Добрый день, дорогие друзья! Спасибо, что заглянули ко мне в гости. Для тех, кто впервые меня на канале, меня зовут Алла. Сегодня речь пойдет о таком косметическом продукте, как гидролат. И я так поняла из тех вопросов, которые мне поступили после видео о моем утреннем уходе, в котором я обмолвилась о том, что я применяю такое средство. Из вот этих поступивших вопросов я поняла, что многие, к сожалению, не знакомы даже с этим продуктом и не знают, что такое гидролат. Вы знаете, это вообще, конечно, такая вот ошибка, которую я решила сейчас исправить и рассказать вам немножко, потому что это прекрасное средство, которое очень широко применяется в косметологии при уходе и явно заслуживает вашего внимания. Поэтому, если вам интересна такая тема, оставайтесь, а я приступаю к обзору. Итак, гидролат. Это слово будоражит уже давно умы не только людей, которые предпочитают эко-продукцию натуральную, то есть продукцию при уходе за собой, но и многочисленных вообще бьюти-голиков. Потому что, действительно, гидролат это совершенно потрясающая альтернатива вот этим синтетическим тоникам, которые у нас широко представлены на косметическом рынке. Значит, но явное преимущество этих гидролатов в том, что это исключительно натуральный продукт. Что такое гидролат? Это, грубо говоря, цветочная вода, которая получается путем соединения воды и растительного сырья. И потом путем, ну, там достаточно сложный такой процесс выпаривания, получается такой дистиллят или конденсат, который собирается в отдельную емкость и уже представляет собой именно вот тот самый гидролат. То есть гидролат по своим свойствам, он, вы знаете, он настолько сконцентрированный по составу, что по свойствам мало чем уступает даже эфирным маслам. Но при этом он очень мягко воздействует и на кожу, и на волосы. Поэтому его можно, в отличие от эфирных масел, применять совершенно спокойно, в чистом виде. Применение очень широкого гидролатов. Гидролатов применяют его не только в косметологии, но даже в кулинарии, в медицине. Но на этих двух пунктах, естественно, я не буду останавливаться. Нам интересен этот продукт именно в плане применения при уходе за собой. Поэтому его применяют при уходе, грубо говоря, везде. Как на лице, как на теле, так и на коже головы и на волосах. На лице. Значит, это прекрасное увлажняющее средство. Реально, я говорю, что даже, может быть, покруче многих тоников будет. Вы знаете, здесь главное не ошибиться с гидролатом. Здесь главное не ошибиться с растительным сырьем, на основании вот которого сделан тот или иной гидролат. Понимаете, но опять же, здесь огромный есть выбор. В зависимости от потребности вашей кожи, вы выбираете нужный вам гидролат, а их вообще море сейчас представлено, и используете. Значит, его можно применять как распыляя на лицо, так, собственно, и используя ватный диск. Но я предпочитаю распылять на лицо, потому что я считаю, что это получается более такой экономный расход, чем, нежели я буду сначала смачивать ватный диск, потом это наносить на лицо. Прекрасно, значит, увлажняется, борется с морщинами, устраняет тусклый цвет лица. Знаете, даже какие-то неприятные аллергические моменты он может убрать. Далее он способствует выработке собственного коллагена, то есть питает, насыщает, увлажняет кожу. Каким образом мы его применяем? Либо мы его применяем в качестве тоника после своего основного, значит, очищения лица. Мы наносим вот этот гидролат на лицо и немножко даем ему как бы впитаться, и потом уже наносим все свои уходовые средства. Также гидролат прекрасно работает как основа для альгинатных масок. Вот кто делает, может быть, из вас, и вы знаете, что такое альгинатные маски, а это порошочек, да, и он разбавляется в воде, и потом наносится вот как бы на лицо, и потом, так знаете, снимается общей, так сказать, маской с лица. Так вот, если альгинатную маску замешать на вот этой цветочной воде, то эффект будет в разы сильнее, понимаете? Вы это точно вот увидите и поймете. Также прекрасно вот справляется вот эта цветочная вода в том случае, когда, допустим, вы наносите какую-то маску, которая требует в процессе носки, она застывает быстро, но требует при этом, есть такие маски, особенно вот глиняные, которые надо периодически увлажнять, то есть вы ходите 15-20 минут, но нельзя ей давать прямо окончательно зацементироваться, и надо периодически, как вот в инструкции даже во многих пишут, увлажнять водичкой. Так вот, если вы будете увлажнять не простой водичкой, а именно вот этой цветочной водичкой, то опять же эффект вас значительно больше порадует. В тандеме с маслом прекрасно работает гидролат, потому что он усиливает проходимость кожи, и масло, если вы любите применять при уходе за лицом, ну если вы применяете, вы знаете, что любое масло, его надо наносить на слегка влажную кожу, да? Так вот, если она у вас будет увлажнена не просто водой, а гидролатом, то опять же действие этих масел и глубина проникновения, она будет значительно серьезнее, значительно, так сказать, лучше и быстрее проникнет масло, и качественнее сработает на вашей коже. Что касается для тела, значит, применение на теле, здесь опять же абсолютно все то же самое, что касается лица. Точно так же прекрасно увлажняет, прекрасно, знаете, даже вот в зависимости от правильно подобранного гидролата, можно избавиться от некоторых даже косметических проблем на теле. Это, знаете, ну у кого есть какие-то там растяжки, может быть, или какие-то рубцы, там сгладить немножко, или может быть какие-то высыпания, там прыщи, или может быть какие-то аллергические, да, проявления, то есть вот при использовании гидролата, определенного гидролата, опять же, можно избавиться, можно себе помочь. Далее применение на волосах. Слушайте, ну вот на волосах тоже работает замечательно, и как я его применяю лично, на чистые волосы уже, на высушенные волосы, я распыляю этот гидролат и массирующими вот такими движениями втираю в корни волос. То есть он работает как на коже головы, так и на самих волосах. Он прекрасно проникает в структуру волос. Он делает их более эластичными, он укрепляет волосяные луковицы, он улучшает кровообращение, понимаете, кожных вот этих вот покровов. И соответственно волосы становятся крепче, гуще, меньше выпадают. Но опять же, еще раз повторюсь, если гидролат подобран правильно. Значит, гидролатов, как я уже сказала, море представлено. То есть гидролат можно делать как из травы, так и из различных цветков растений. Я вот сейчас вам хочу показать табличку. Вот посмотрите. Здесь, конечно, представлено, ну скажем так, усредненное количество вот этих вот гидролатов. Значит, если вам интересно, вы просто потом можете поставить на стоп, да, и внимательно поизучать. Ну вот тут и для сухой, и для проблемной, и для возрастной кожи, вот представлено по несколько вариантов гидролатов, которые подходят как нельзя лучше. Так, что касается меня, я лично вот использую два таких гидролата. Это гидролат розы и гидролат василька. Это розовая водичка и васильковая водичка. Я как бы понимаете, вот я считаю, что вот эти два гидролата, они мне подходят как нельзя лучше. Потому что розовая вода, она прекрасно работает именно на зрелой, на такой, скажем, сухой коже и прекрасно вот борется с различными возрастными какими-то моментами. Мало того, что увлажняет, так еще и морщины сокращает и глубже дает проникнуть каким-то моим вот уходовым средством, которые я использую потом уже на этот гидролат. А васильковая водичка, она прекрасно работает именно в области вокруг глаз. У меня это очень проблемная зона, я это уже миллион раз говорила. Так вот, васильковая вода, она, кстати, по запаху вообще практически такой, ну, совсем-совсем такой легенький. Вот в отличие от розовой водички, она мало того, что, буквально секунда, значит, мало того, что она работает прекрасно как косметическое средство, так она еще и доставляет, знаете, ну, просто волшебное какое-то удовольствие, когда используешь ее, потому что, ну, вот представляете, как пахнут розы, да? И вот такое благоухание, оно еще некоторое время даже задерживается на коже, в общем, мне очень нравится. А по поводу, значит, василька, я хочу сказать, что я его применяю при уходе именно за областью вокруг глаз и делаю уже конкретно при мочке. То есть я смачиваю тампоны ватные вот эти вот диски и накладываю либо вообще вот так полностью на все глаза, либо разрезаю пополам и делаю именно вот на мою проблемную зону. Чем чаще я и регулярнее я это делаю, тем, естественно, более заметен эффект, да? Честно, вот говорю, я ленюсь иногда. Вообще надо себя, конечно, заставить делать это все регулярно, хотя бы раз в день, а то можно и два раза в день. Ну, вот даже после разового применения, вы знаете, кожа немножко меняется. То есть даже слегка пропадает отечность. И глаза реально как-то, знаете, вот отдохнувшими чувствуют себя. И, кстати, надо еще сказать по поводу вот этого гидролатого селька, что он еще помимо всех своих вот этих увлажняющих, противоотечных средств, он замечательно еще является антисептиком. Вот, поэтому его даже рекомендуют применять у младенцев на нежной детской коже, да. То есть если вот возникают какие-то неприятности вот в плане, ну, опрелости, например, да. То есть перед применением какого-то крема или присыпки рекомендуют использовать вот этот гидролат. Он замечательно с этим справляется. Вот, поэтому вот моих два вот таких любимчика. Ну, и опять же говорю, что это все очень индивидуально. Поэтому, девочки дорогие, вы все можете посмотреть в интернете море информации. Я имею в виду о полезных свойствах того или иного сырья, той или иной травы, от тех или иных каких-то растений. И уже основываясь, так сказать, на вот этих вот подчеркнутых знаниях, вы можете подобрать правильный именно для вас гидролат. Именно для вашей кожи или для ваших волос. Значит, единственный вот еще совет по поводу, как купить правильный гидролат. Потому что, естественно, сейчас их представлено, опять же, огромное количество. В проверенных местах, прежде всего, надо покупать, да. Я знаю, что среди вот крымской косметики очень много гидролатов представлено. Я, правда, не пробовала, не помню, но вот слышала по отзывам, что вроде неплохо. Значит, поскольку гидролат является натуральным продуктом, то в его составе, естественно, должен быть только лишь чистый дистиллят, либо гидролат. То есть, никаких химических других названий вот в составе не должно присутствовать. Ни эфирных масел, ни ничего-то еще другого. Далее, поскольку это натуральный продукт, соответственно, из этого вытекает, что срок хранения у него совершенно недолгий. И если у вас будет на гидролате написано, что у него срок годности, я не знаю, там 5 лет, то стоит задуматься над тем, насколько он натурален. Вот. Это, так сказать, просто мое дополнение по поводу того, чтобы не ошибиться с выбором вот этого косметического продукта. Ну вот, дорогие друзья, рассказала я и поделилась я с вами информацией, которую сама владею. Я очень довольна от использования вот этих гидролатов. И настоятельно рекомендую вам присмотреться к ним. Потому что по стоимости они, в принципе, очень недорогие, бюджетные. Но по эффективности они превосходят, я говорю еще раз, многие тоники, которые представлены сейчас на рынке. Вот. Поэтому я буду только рада, если мое видео это окажется для вас полезным, информативным. Спасибо большое, что посмотрели. Спасибо, что были со мной. Я всем вам желаю и нескучных, и солнечных, по возможности, выходных. Ну, а на этом позвольте мне с вами попрощаться. Пока-пока. Пока-пока.